Наградами Всероссийского форума отмечены донские производители мяса и молочной продукции. Во второй день золотой осени в Москве золото, серебро и бронза в копилке небольших донских фермерских хозяйств. Ростовскую область в этом году представляют больше 60 участников, руководители и представители сельхозпредприятий, администрации, ведомств. Возглавляет делегацию заместитель губернатора, министра сельского хозяйства Константин Рачаловский. Работа на площадке выставки – это прежде всего деловые переговоры и встречи, и их итогом могут стать инвестиции в Донское АПК на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Ростовская область традиционно является привлекательной для инвесторов, об этом говорят цифры. За 2022 год привлечено в отрасль более 45 миллиардов инвестиций, это рекордная цифра. В этом году наш регион рассчитывает привлечь инвесторов для создания нового тепличного комплекса по выращиванию овощей в станице Ольгинской, предприятие по глубокой переработке зерна в Азове, а также развитие уже существующего в регионе производства мяса, индейки и утки. Развитие АПК региона позволяет уверенно занимать ведущие позиции на внутреннем и международном рынках. Мы занимаем в Российской Федерации второе место по производству масла подсолнечного, у нас хорошие показатели по производству и муки, и крупы, и говядины. Мы первые по производству консервированных овощей недлительного хранения. Это все создает большую хорошую базу для экспорта. Потенциал для расширения экспортного ассортимента в регионе есть. Донские вина, например, пока малоизвестны за рубежом, но могут составить достойную конкуренцию иностранным аналогам. Прежде всего, напитки из автохтонных сортов. В этом убедились участники гастро-ужина, подготовленного на выставке для представителей винного сообщества России. Донские вина имеют совершенно свою самобытность. Это связано и, во-первых, с тем, что этот регион, один из немногих в мировом виноделии, который, в общем, весьма экстремальный, и на зиму виноград приходится закапывать в землю, чтобы он не вымерз. Это особенная специфика климата, которая, безусловно, накладывает специфику потом на вкус и на аромат. Свой продукт на рынке донские виноделы продвигают в том числе такими гастромероприятиями. Выставка «Золотая осень» продлится до 7 октября. Юлия Сурикова, Валентина Малащицкая, Первый, Ростовский.